так ну что всем привет друзья теперь на очереди у нас обзор на отель voyage саргун такого небольшое здание приветствует всех это регистрация как выглядит холл ресепшена сразу же на ресепшене есть небольшой бар несмотря на то что большинство рейсов прилетает пораньше персонал старается максимально ускорить процесс регистрации и заселения в отель как правило селят даже в 10 в 11 утра по всей территории отеля установлены небольшие такие инсталляции интересные отель находится в седе саргун и считается одним их самых зеленых отелей в турции потому что вот деревья окутывают весь отель и этот сосновый борон опускается идет прямо пляжу весь отель состоит из небольших вот таких вот двухэтажных бунгало и основного здания дальше после ресепшена я бы советовал бы брать однозначно бунгало потому что там нету лифтов быстрее можно добраться к номеру ну и просто посмотрите эти все бунгало они просто утопают в зелени открывается шикарнейший вид с каждого номера перед основным зданием расположен один небольшой вот такой бассейн здесь можно отдыхать с детьми но особенностью этого бассейна является то что он очень такой вот красивый зеленый укутаны просто деревьями и находится весь в тени естественной мейнгилдинг здесь расположены стандарты и фэмили в отличие от вояж билек здание это подвергалось только косметическому ремонту а вояж билек она переделывалась полностью заново было построено под пол основного здания это как второй ресепшен с левой стороны здесь вот такие сладости большой уголок большое разнообразие макаронцев лиры мороженое все вытирают очень чисто и очень очень вкусно то есть это самый главный плюс что кроме того что она красиво выглядит она еще и приятная на вкус ну конечно максимально приветливый персонал по правую сторону начинается у нас балка и лаунж зона здесь вечером очень много людей все сидят на диванах отдыхают посреди этого холла здесь есть бар очень крутая концепция питания и алкогольных напитков по всему отелю то есть тут действительно очень шикарный выбор большой и весь алкоголь действительно премиального уровня скажем если сравнивать риксос цвет риксос то только риксос премиум билет может похвастаться таким качеством как здесь после основного вот бара да в основном здании на улице есть такие красивые открытые зоны патио очень похоже знаете такого греческого стиля просто прекрасно вечером особенно на закате тут конечно открывается шикарная панорама что видно уже море а с левой стороны здесь расположен ресторан кузин 24 на 7 он работает а-ля карт и работает все время он открыт вот это конечно очень круто и прикольно что вы можете в любое время прийти покушать здесь вы заказываете блюдо по меню идет подача ресторана и он открыт целый целый день здесь мне даже больше понравилось я сейчас что-нибудь закажу и тоже покажу вам есть как открытая часть так и вот открытая такая терраса можете там присесть на улице видно еще стейк-хаус и греческий ресторан я вам покажу попозже и вот на столиках такие вот меню с qr-кодом сейчас что-нибудь закажем посмотрим попробуем фрукты и детское питание здесь можно взять в любое время вот есть хиповское детское питание какая-то выпечка вот там вот с левой стороны но и основное это конечно то что по меню здесь вот ребята жарят мясо все кухни открыты это уже по новому современному типу очень похоже знаете как лучше все очень чисто круто так и вот я уже немножко заказал по меню это тартар из лосося пиво либо эфас либо миллер короны в отеле нету вот моя билет так и после тартара из лосося вот такой второй жареный лосось тоже заказывается по штрих-коду место место очень хорошее питание супер шикарное круто весь отель такой современный достаточно проводилась реновация в отеле красивые такие тона современные очень похоже на лучше в бодруме какие-то отдаленно напоминают и макс кемер это основной основной ресторан редкие сладости здесь вот еще сладкая и такая вот линия стоит с правой стороны там повар и он все в тарелочку будет складывать мягко и 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 так номер фэмили бунгало фэмили отличается от стандарта тем что он двухкомнатный то есть вот родительская спальня такая просторная с балконом и еще есть вторая спальня для детей то это расположение может быть либо 2 плюс 2 либо 3 плюс 2 особенно интересно для тех семей у которых дети 3 года и 2 года то дают размещение даже 3 плюс 3 но санузел в таких номерах 1 он там он там при входе он там при входе он там при входе не отделен дверью а как бы совмещен это все 3 номер стандарт я расположен бунгало Так вот совмещен санузел С спальней Здесь небольшая перегородка Душ Туалет Все очень приятно в таких морских цветах Номер достаточно просторный И вот что мне нравится Он выдержан такой в одной стилистике То есть номера практически не отличаются По стилю, по дизайну А друг друга По всему отелю Есть балкон Ну и вид конечно тут очень классно открывается Из этих бунгало Они все прям утопают в зелени Тут тихо То есть если вы Путешествуете с детьми Однозначно лучше останавливаться В бунгало Потому что в основном здание У меня будет вид на дискотеку На анимацию вечернюю Так и стандарт который расположен в основном здании Эти стандарты они немножко меньше чем в бунгало То есть вот видите кровать Доп-место для ребенка Либо если вы без детей Просто диванчик будет Но у этих номеров Которые в основном здании У них может быть и вид на море У этого номера То есть это Си-вью Панорамой открывается Греческий ресторан И само море Небольшой балкон Со мной да Санузел Здесь душ Так ребята вот я вам решил показать более детально детский клуб С правой стороны регистрация детей проходит Детский клуб полностью весь как видите под открытым небом Потому что нету стекол дверей То есть он как будто не закрытый С правой стороны С левой стороны Три игровые комнаты Вы можете оставить своего ребенка После трех лет Оставляете его полностью на воспитателе Ими уже занимаются Ребят Это детская площадка Открытого типа На улице Сейчас детей нету Обычно все конечно вечером сюда приходят Вот и если идти к аквапарку То с правой стороны Еще есть у нас вот такие вот Детские горки Так как это больше отель для отдыха с детьми В виде кораблика Детская такая площадка Зона Очень прикольно Удобно Что вот пляж Лежаки Родители отдыхают А дети занимаются своими делами Так и на пляже видите есть пирс Вот этот центральный пирс Он для всех С правой стороны Еще один есть пирс Только для взрослых И на пляже Такие вот красивые фиксированные зонты И стоят Навесы Так ребята И вот еще один лайфхак от нас Смотрите Здесь категории номеров Делятся на две Это по сути Мейн бюлдинг Либо расположение в таких вот бунгало Которое проходило до этого В бунгало Есть две категории Это либо фэмили Либо стандарт Но вот некоторые бунгало Вот например Вот эти 2061 Да 2065 Они по сути Ну мало того что Вот в такой тихой зоне находятся Да Но еще вот такой вот бассейн У них есть Здесь могут пользоваться все туристы В принципе Но самый главный плюс Это то что после бассейна Сразу идет пляж То есть У вас максимально приближенные виллы к пляжу Поэтому делайте примечания В заявке И Получайте эти номера Однозначно это огромный плюс Так выглядит Детский бассейн 20 сантиметров Прямо расположен Возле центрального бассейна Лежаков достаточно много Ребята посмотрите Какая красивая вилла Номер 2101 2104 Прямо у нас Море Слева бассейн Сейчас мы немножко пройдем дальше Я вам покажу Так и вот посмотрите Виллы которые прямо смотрят на море Вот с левой стороны Такая зеленая зона Лежачки И вот сразу же Вот Номера Очень красивое место Так и самое классное в этом отеле Вот смотрите Все зеленое Да Такое красивое И вот такой вот бар Ресторан С открытой террасой Посмотрите все очень современное Похоже Максимально на Вояж Белек Выбор на баре Просто невероятный Такая супер Современная Смотрите Классная Дизайнерская Видите Светлые красные Тона Столики Это открытая терраса Здесь вечером Проходит шоу Анимация Такая сцена Очень-очень круто Очень-очень круто Есть терраса Открывается Такой вот вид Пляж И вот этот пирс Он отдал Сонли только 18 плюс Людьми туда не пускают Так Ребят Пришли Вот Стейкхаус Это Один из платных Ресторанов А-ля карт В Отеле Вояж Сарагун Очень такой вот Красивый Современный Дизайнерский Пойдем посмотрим Что там Как и в остальных Других ресторанах Здесь нужно Сканировать QR-код И появляется Сразу же меню Это стейк Тосква Так Ну что ребята Сегодня у нас на очереди Ресторан Китайской Японской Кухни Он Объединен Китайский Ресторан Вы можете посетить Бесплатно Один раз За все время Проживания А Японский Ресторан За доплату 20 евро За человека Пришли Японский Ресторан Кипаньяки Он Резервируется Отдельно 20 долларов За человека Резервация День в день Посмотрим Как шар Будет готовить Ребят Начинают Скуриться Сыра Тофу Потом Уже Креветки И Красная Рыба Резервация 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 Еще Такая Небольшая Патио Хочу вам Сказать Что Вот 30 номера 30 бунгало Они С видом На море Есть Некоторые Номера Но Они Выходят Все На Шумный Бассейн С Анимацией То есть Вот Здесь Проходит Ежедневная Анимация Как для детей Так и для Взрослых Там Теннисные Столы Расположены Вот Видно Даже Эти номера Достаточно Шумновато Поэтому На Любителя Если Хотите Движение То Конечно Стоит Брать И Вот Он Весь Отель На Ладони Основной Бассейн В Отеле Есть Еще Боуинг Кинотеатр И Дискотека Движение Движение Движение